Начнем с первой темы, это строительство, даже реконструкция, не завязь, потому что практически это будет новая развязка. В сегодняшний день это называется Путепровод, Трофимовский морг. Тема известна, это место в Саратове, напряженный узел транспортный, чем вызвана необходимость разработки этого проекта. Те пролеты, которые мы имеем над улицей Шихордино и над железной дорогой, в настоящее время находятся в предаварительном состоянии. В таком же состоянии находятся опоры, опорные части, то есть все сооружение практически пришло не гордость. Мы не ходим в случае, не хотим допустить того, чтобы в Саратове возникла аварийная ситуация, поэтому в плановом режиме администрации города принято решение о том, чтобы это Путепровод заменить. Но вместе с заменой Путепровода, естественно, решаются вопросы по обеспечению транспортной безопасности. Вот мы видим общие виды сооружения, но не очень хорошо мы это видим, но тем не менее. Вот внизу это Путепровод на Шихордино, который в настоящее время является негабаритным сооружением. Проходящие транспортные средства серьезно повредили бабки пролетных строений. То, что касается вот наверху фотографии железнодорожного Путепровода через железную дорогу, здесь дефекты также очень и очень серьезные. Новые решения. По новым решениям я бы хотел сказать, что на сегодня применены все современные методы для того, чтобы объект был современен как по конструктиву, так и по несущей способности, габаритам. Архитектурные решения применены. Мы имеем Путепровод неразрезной, балочной неразрезной системы со сталибетонным пролетным строением, металлическими балками, монолитной железобетонной плитой. Срок службы сооружения предполагается не менее 100 лет. На объекте использованы конструкции на бурно-бивных сваях, к сожалению, имеется решение по обеспечению пропуска маломобильного группа населения. Объект будет иметь определенное решение в области архитектуры, то есть он будет подсвечен, будет подсветка применена. Но главное, что этот объект обеспечит не только безопасный пропуск транспорта по сооружению 2-я прокатная 55 октября, но и под сооружением по улице Шахардина решается ряд вопросов, которые до этого у нас были проблемами. Это выход на створ путепровода, вот таким образом будет решаться габарит проезжей части 17 метров, крайние полосы по 4 метра, вторые полосы по 3,5 метров. Мы имеем прохожую часть по 2,25, как я уже говорил, неразрезное пролетное строение. По улице Шахардина в самых напряженных местах мы имеем до 6 полос движения, автобусные остановки выделены по отдельным полосам, левые повороты выделены как полосы торможения и накопления, и 2 транзитных полосы в каждом направлении без прерыва движения. То есть имеется в виду без всяких заторов, без поворотов, без автобусных остановок, по 2 полосы в каждую сторону. Также решен вопрос по 2 прокатной, вот вы видите 4 полосы движения на подходе к путепроводу, чего в настоящее время не было, и мы сейчас имеем там пробки из-за того, что автобусные остановки тормозят движение остального транспорта. Сроки проведения работ ориентировочно планируются с сентября этого года по сентябре следующего года, то есть октябрь месяце, последний год строительства в 2020 году. Мы получили задание относительно того, чтобы не было перерыва движения по улице Шахурдина в принципе, то есть мы оставляем 2 полосы движения в любом случае. Закрытие основного магистрального направления по Шахурдина, как я сказал, у меня полосами сохранить был полос, будет осуществляться в летний период следующего года, когда уже начинается отпускной период. И планируется, что это будет июнь, июль, и середина августа месяца. До 1 октября планируется, что движение по Шахурдина до начала учебного года будет восстановлено, транзитное движение будет полностью восстановлено. Что касается закрытия движения по улице 2-я прокатная и по самому путь проводов, то здесь, естественно, для того, чтобы минимизировать сроки, это движение будет закрыто практически с начала работ, с начала переустройства коммуникации и начала демонтажных работ по существующему объекту. Что касается стоимости объекта, объект, естественно, в таких условиях он не может быть дешевым, это в районе 900 тысяч, мы сейчас выходим на экспертизу. Вот экспертиза, естественно, извиняюсь, 900 миллионов, естественно, экспертиза какие-то вопросы будет подрезать, как обычно бывает, но стоимость объекта, примерно, такая. Администрация города приняла очень объемное и ответственное решение по строительстве новой трамвайной сети, основу которой будут составлять скоростные трамвайные маршруты. Всего будет три основных трамвайных направления, связывающие районы города. Это третий трамвайный маршрут, связывающий часть Ленинского района с центром, первый этап строительства, второй этап, это одиннадцатый трамвайный маршрут, связывающий поселок Солнечный, опять же, с центром города, третий этап строительства, это девятый маршрут и продолжение его, восьмой маршрут. Первый этап строительства, это третий скоростной трамвайный маршрут. Для того, чтобы обеспечить со скоростью 20 км в час прохождение этого маршрута, нужно всего 16 трамваев, плюс при наличии того, что все вагоны не могут постоянно работать на маршруте, а должны быть на техобслуживании, на мелком ремонте в депо, еще 4 вагона. То есть, минимальное количество вагонов получается 20. Таким количеством вагонов мы сможем перевести всех тех пассажиров, которых мы возим сейчас с 42 или 44 одиночными вагонами, или, соответственно, 21-22 двойных вагонов. В этом случае мы всех современных пассажиров, а их сейчас 8,3 миллиона человек в год, сможем перевести всего 8 трамваями на линии и 2 трамвая в депо. Стоимость рельсового пути от 30 миллионов, но это старая цифра, цены очень быстро растут и меняются на сегодняшний день, это более высокое значение. Это вот показаны варианты скрепления рельс современной железобетонной шпалы, вот эта вот бесшумная технология. Вот скоростной трамвай будет выполнен по бесстыковой технологии. Вот это называется бархатный путь, то есть при движении нет вибраций, нет шума, нет тех нареканий от жителей, которые живут поблизости от такого трамвайного пути. Теперь контактная сеть, вот как примерно в разных местах сейчас выглядит контактная сеть, различные нагромождения, пересечения проводов, что не функционально и неудобно. Будет вот так, это пример трамвайного вагона на новой так называемой синтетической контактной сети. Наконец мы подходим к самому интересному, это новый подвижной состав, который будет работать на скоростном трамвайном маршруте номер 3. Здесь мы не можем сказать, какие именно вагоны будут. Это будет решено в результате открытого конкурса. Три основных как бы претендента. Это наш классический, пусть катарский вагоностроительный завод. Вот этот полутора вагонный трамвай с переменным уровнем пола. То есть часть это низкопольный, часть это обычнопольный вагон, как и сейчас. Это первый вариант. Второй вариант того, что выпускается на нашей территории, это вагоны Штандлер, совместные производству Минска и Швейцарии. Такие вагоны в Санкт-Петербурге, скоростные трамвайные линии, недавно построенные, вот укомпультованные. Есть несколько моделей разновидностей этих вагонов. И третий современный вариант, это вагон Витязь, это московский проект. Он выглядит наиболее обтекаемым. Его, на нем остановилась Москва. Один из этих вагонов по результатам конкурса, возможно, будет и в Саратове, может быть, победит кто-то другой, кого мы здесь не представим. Есть остановки, которые вот есть сейчас, и те, которые будут после проекта. Возможно, изменится их расположение или сами остановки. Вот как будут выглядеть обычные остановки. Конечно, это красивая картинка хороша для лета, понятно, что зимой будет немножко к другому. Вот эта конструкция, она стоит недорого, достаточно быстро монтируется. Если что-то нужно, ее нужно видоизменить. Длина вот такой вот остановки планируется порядка 65 метров. Это на сегодняшний день находится в стадии подготовки к разработке технического задания, которое будет выносено на конкурс. Те, кто выиграет конкурс, будут делать проект. Этот проект будет представлен на утверждение администрации города. И администрация города уже решит, как именно все это будет действовать в городе Саратове. Это проект, который сам по себе дорогой, объемный, по срокам, на территории центрального участка города. И все, что сейчас Павел Сергеевич рассказывал, показывал на фотографиях вариантности, это концепция предпроектного решения. Потому что на сегодняшний день мы находимся в стадии процедур. Где-то в районе 4 месяцев будут работать проектанты. И после окончания проекта мы также с вами соберемся, где один из первых вы увидите то решение, в том числе, которое будет можно отправиться в последующей реализации.